Друзья, всех приветствую на канале. Смотрю сейчас последние новости, что происходит в Украине. И, конечно же, очень печально наблюдать за тем, как развивается государство. Точнее, не развивается, а наоборот, деградирует. Дело в том, что Владимир Зеленский, безусловно, это уже понимает большинство населения Украины, обманул своих избирателей. И те обещания, которые он давал на выборах о том, что будут новые лица, он не только не исполнил, а наоборот, только лишь усугубил эту ситуацию. Например, вы знаете, последняя новость о том, что ВРП, это высшая рада правосудия, оставили на своих должностях руководителя окружного административного суда ВОВК, а также остальных судей вообще о них не трогают, окружного административного суда, по которым Национальное антикоррупционное бюро Украины публиковало видеозаписи об их коррупционных деяниях. Я об этом делал видеоролик, можете посмотреть его, также посмотреть полную на час записи прослушки судей окружного административного суда. В частности, я скажу, что они там говорили о том, как они будут захватывать власть, рассказывали о том, что они занимаются политической проституцией, рассказывали о том, что они совершают давление на чиновников, совершают давление на судей, чтобы они принимали правильные решения, сознавались фальсификации решения, сознавались о том, что они берут деньги за принятие решения и сознавались о том, что они обслуживают правительство. Безусловно, что это полный позор, это кошмар, и это задокументировано, однако этот высший совет правосудия Украины отказался отстранять от должности главу этого суда, который фигурировал на пленках, сказав, что пусть он дальше работает. При том, что на этих пленках, о которых публиковала НАБУ, прямо говорится о том, что именно эти судьи путем коррупционных связей и контролируют этот высший совет правосудия. То есть, понимаете, они контролируют высший совет правосудия, который их оставляет на должностях. Печально то, что Владимир Зеленский полностью самоустранился вообще от этого процесса, то есть он не подписывает закон о том, чтобы ликвидировать этот суд, он не подает никаких инициатив, чтобы ликвидировать этот суд, хотя как президент он может сделать. Собственно, его политическая команда, это Генеральная прокуратура, его, собственно, все другие правоохранительные органы полностью стараются не замечать вообще проблемы этого суда, как будто ее нет. А, собственно, НАБУ, вы знаете, да, директор НАБУ, недавно Конституционный суд признал его назначение незаконным, спустя пять лет, как он работает, а на аудиозаписях, собственно, НАБУ о судях окружного административного суда говорится о том, что эти судьи также контролируют судей Конституционного суда. То есть это, знаете, круговая порука абсолютно. И почему так происходит? Почему вот Зеленский вот так поступает? Ведь должна быть причина. Причина очень простая, поскольку этот окружно-административный суд, он принимал решение в интересах олигарха Коломойского. Во-первых, окружно-административный суд признал национализацию Приватбанка незаконной. Окружно-административный суд признал уголовное дело по рюкзакам Арсена Авакова незаконным. То есть все знают, что это было незаконно, но окружно-административный суд города Киева признает, что нет, это Аваков прав и Коломойский хороший. Потому в интересах Коломойского, чтобы этот суд продолжал функционировать в том составе, в котором он функционирует. И в интересах Коломойского, чтобы люди, которые мешают этому суду, ему не мешали. Потому тот же Дубинский вместе со своими коллегами Бужанский, Куницкий, Василевский, Смоглюк, то есть там полный набор тех, кто подчиняется Коломойскому, они обратились в Конституционный суд для того, чтобы признать назначение главы НАБУ незаконным, который раскрыл коррупцию и Приватбанка Коломойского, и действия этих окружного административного суда. Понимаете, в чем прикол? Ну хорошо, давайте возьмем гипотезу, просто возьмем какую-то теорию о том, что вот Дубинский и компания, они добиваются справедливости, вот они борются с НАБУ, который вот типа вот он совершает коррупционные действия, вот он плохой. Хорошо, берем этот тезис за основу, что он есть, это правда, мы с этим как бы не будем спорить. А теперь задаем вопрос, если этот тезис правильный, почему тогда Дубинские и компании не собирают подписи за отставку Арсена Авакова? Арсена Авакова, это что, не коррупционер? Коррупционер. Почему Дубинские и компании не собирают подписи за ликвидацию окружного административного суда? То есть понимаете, во всех, вот возьмите 100% случаев, 100% случаев, всегда будет неимоверная атака, будет тысяча постов, тысяча комментариев против тех людей, которые борются с Коломойским, пусть они будут не святы, пусть они, окей, они плохие, они все коррупционеры, они все злые. Хорошо, почему тогда 100% энергии направлено на то, чтобы подавить тех, кто борется с Коломойским, и ноль энергии направлено на то, что те, кто входят в команду Коломойского. Почему нам рассказывали о том депутаты, что они дают гарантию, они там просто крест на пузе рисуют, что Арсен Аваков временный министр 29 августа 2019 года. Сейчас уже 1 сентября 2020 года, Арсен Аваков не временный министр, он продолжает. А помните, я записывал ролик, я кричал, я говорил, что Авакова оставят до зимы, потом до лета, а потом на постоянку. Помните, я вам это говорил? Кто оказался прав? А кто оказался неправ, который ворвал на пузе, что Аваков временный министр? Аваков это что, не коррупционер? И все это происходит под покровительством Зеленского. Вы помните, когда был 2019 год, зима, февраль, я психовал, я рассказывал о том, что Зеленский, он оставит Авакова на должности, если станет президентом. У меня было очень плохое, почему я говорил об этом? Почему вдруг я решил, что Зеленский зимой 2019 года, как только он заявил о том, что он идет в президенты, он оставит Авакова. Но кто об этом мог знать? Почему вдруг я это решил? Потому что я всегда изучаю человека, его психологию, его поведение, его действия. Не только то, что он говорит, а то, что он не говорит. Потому что часто понять, что у человека на уме, важно не то, что он просто публично высказывает, о чем он умалчивает. Понимаете, о чем он умалчивает? Обратите внимание, что Зеленский был руководителем передачи «95 квартал», которая занималась высмеиванием политиков. Это не касалось высмеивания одного политика, двух. Они просто высмеивали политическую жизнь в Украине и занимались, как знаете, опозорили украинских депутатов, министров, президентов для граждан Украины. И обратите внимание, что за всю историю руководства Зеленский на «95 квартале» на канале 1 плюс 1 вы не найдете ни одного обидного, знаете, такого унизительного высмеивания с Зеленским «95 кварталом» Арсена Авакова. Я тогда говорил, смотрите, что-то здесь не чисто. Почему они постоянно высмеивают Порошенко, а Авакова старается, если упоминать, то, знаете, так слегонца, ну так не обидно, посмеялись, ну не обидно, знаете, не унижать, когда унижали Порошенко. Я сказал, блин, ребят, Зеленский, ну он не будет трогать Авакова. И что произошло? Зеленский оставил Авакова. Это говорит о том, что Зеленский не имеет, вот знаете, вот это характер оппозиции, потому что набрав 73% голосов, 73% голосов, Зеленский мог, гипотетически, да, даже если его привел к власти Коломойский и Аваков сказать, пошли нахер, я вывожу сейчас на улицу там 3 миллиона, 4 миллиона своих сторонников, и мне не страшен никакой Аваков. А у Зеленского на мае 2019 года за ним бы пошел бы народ. Он бы мог бы вывести спокойно пару миллионов людей и выгнать Авакова с должности. Но сделал ли это Зеленский? Нет. Он сделал ставку не на людей, он сделал ставку, точнее не сделал ставку, он сделал, собственно, то, что ему и говорили, оставить Арсена Авакова и всю банду Коломойского при власти. И, знаете, вот Зеленский это не Янукович, это не Путин, это не Лукашенко. Нельзя сказать, что Зеленский это страшный диктатор, который имеет какой-то гениальный, злой план, он всем руководит, и вот он такой, знаете, злой диктатор, чиновник, который против демократии. Нет. Нет. Зеленский это клоун, который не делает абсолютно ничего в интересах Украины, а просто создает видимость, что он президент, и в вопросах, собственно, важных для Украины он полностью бездействует. И в этом и вызывается омерзение Зеленским, что это полностью президент импотент. Понимаете, он занимается абсолютно какими-то абсурдными вещами, не теми, которые он декларировал на своих выборах. Зеленскому говорят, смотри, есть проблема окружного административного суда. Ты же нам рассказывал, новые лица, новые лица. Что тебе мешает, президент? Вот указ, закон, там все подать, ликвидировать окружного административного суда, выступить на телевидении, на ютубе, на фейсбуке, заявить свою политическую позицию. Ты глава государства, ты хозяин страны. Ты же как бы хозяин, давай, пожалуйста, руководи. Нет, Зеленский, ни слова плохого, типа, знаете, меня это не касается. Но когда идет речь о том, что посадить в тюрьму по делу Шеремета по заказу Арсена Авакова, Зеленский тут же прилетает на съезд Авакова и рассказывает, что вот Аваков поймал по делу Шеремета. Но почему же тогда Зеленский не пришел на заседание НАБУ и не сказал, что НАБУшники поймали судей окружного административного суда? Потому что судей окружного административного суда ходят под Коломойским и выполняют все указания Коломойска. Более того, если вы внимательно проанализируете выборы, когда были выборы, и там были трения по депутатам и по Зеленскому, по назначению обратите внимание, что суд, суди очень сильно подыгрывали команде Зеленского. И, например, часть депутатов, которых вы знаете, не должны были стать депутатами, потому что они не имели на это права. Но они создали себе поддельные справки телеканала 1 плюс 1, и суд эти справки принял. Хотя вы знаете, что по закону, по Конституции, народным депутатам человек может быть только тот, кто прожил в Украине ровно 5 лет до момента голосования. И там, знаете, этих людей, которые не проживали, но почему-то они стали. А стали они потому, что 1 плюс 1 нарисовал им справку, что, оказывается, канал 1 плюс 1 давал этим депутатам на время их отсутствия в Украине командировку. Хотя все мы знаем, что никакой командировки там не было, и сотрудничества канала в 2015 году депутатам 1 тоже не было. Но справка нарисовалась, и судья это схавала. Почему? Потому что судьи могут одним давать зеленую, а другим красную. В этом и опасность. Я вот человек по своей натуре, я конструктор. То есть я воспринимаю государство, я понимаю, что это сложнейший механизм. И государство должно создаваться на основе системы сдерживания и противовесов. Например, как это происходит в Америке? Если к власти приходит президент, плохой, хороший, неважно, президент, и он начинает проводить какую-то безумную политику. Например, выдавать какие-то указы левые. Суд может, то есть человек, прокурор района, или какой-нибудь прокурор, или общественность, или кто-нибудь, может обжаловать это решение президента в суд. И суд справедливо рассматривает, сказать, да, тут президент нарушил, мы этот указ отменяем. Или нет, президент не нарушил. Но мы понимаем в данной ситуации, что суд сейчас в Украине обслуживает полностью президента. И вы, если идете в суд, у вас нет шансов. Тогда зачем тогда такой суд? Зачем такой суд, если какой-то чиновник принимает какое-то решение, а, собственно, вы приходите обжаловать это решение, но это пересекается с интересом команды Зеленского, и вам отказывают. Зачем вам, гражданам Украины, этот суд? И задача президента, задача депутатов, политической силы, создать в государстве такую систему сдерживания противовесов, когда разные ветви власти будут, ну, не то что конкурировать, да, но они будут балансировать влияние друг друга. Когда одна власть начинает узурпировать власть, другая власть, например, президент начинает узурпировать, а судебная власть не дает ему. И вот это столкновение, да, не дает им разбалансировать, расшатать государство. А сейчас получается, выстраивается полная вертикаль, во главе стоит Коломойский, и полностью руководит всем управлением. Если вы где-то пересекаетесь с Тересом Коломойского, вы идете в суд, а в суд вам отказывают. Вы идете в апелляцию, апелляция отказывает. Вы идете в Верховный, вам отказывают, вам отказывают. А вы жалуетесь в Высший Совет Правосудия, вам отказывают. А вы говорите, ну, факты налицо, а вам отказывают. И сделать ничего нельзя. И понимаете, в чем прикол? Это же влияет на будущее. Например, вот вы хотите быть честный, справедливый украинец, вы хотите баллотироваться на пост депутата. И вы подаете заявку в ЦВК. И ЦВК вам отказывают. Вы говорите, окей, я иду в суд, я спорю в суде, вам отказывают. А судья скажут, а нет, чувак, ты против Зеленского, против Коломойского. Мы не удалит ринфоиск. Говорите, по беспределу. Иди обжалуй. Пошел в апелляцию, отказали. Пока дойдет до всех инстанций, уже выборы пройдут. Понимаете, в чем? То есть система работает таким образом, чтобы защитить своих, и не дать прийти во власть конкурентам. И в этом является проблема. Он рушит будущее. Он даже рушит возможность в будущем каким-либо честным людям прийти к власти. И в этом беда. Что касается Медведчука. Медведчук является партнером Коломойского. Это кум Путина. Он является, собственно, правой рукой Путина в Украине. И вся их деятельность направлена на то, чтобы, собственно, захватить власть в Украине. Зеленский сначала там грозился. Боже, я там Медведчука, я финансирование. И что, прошло полтора года президент. И где? Где какие-то действия по Медведчуку? Медведчук только усиливает свое влияние. Набирает, собственно, голоса. Почему он их набирает? Потому что он полностью контролирует телеканалы. Финансирование идет с помощью, собственно, России. И люди промывают мозги. Каждый день промывают мозги, мозги, мозги. И люди, которые имеют, знаете, политическое осознание, которые могут разобраться, что происходит. Их не так уж и много в Украине. Как правило, обычный среднестатистический человек, его политическая позиция формируется в СМИ. Что ему? Вот ему будут капать каждый день СМИ. Капают, капают. Это Медведчук хороший, тот хороший. И человек полностью погружается, все идет на голосование. И они будут даже на Ютубе сидеть и писать, Медведчук хороший, Россия хорошая, все хорошие. А вы могут будет говорить, так, блин, чувак, ну когда посмотри, разберись. Нет, я все понял, я разобрался. И вот так вот это все работает. Все, понимаете? То есть Медведчук одну сторону берет, Коломойский берет другую сторону Саваковым. Коломойский с Саваковым Медведчуком партнеры. Деребанят власть пополам и правят Украиной. Зеленский сначала аккумулировал, собственно, избирателей. А потом, собственно, их распорошат по, либо Коломойскому партию пойдут, либо пойдут к Медведчуку. Партии, которые могли бы создать конкуренцию, их даже на выборы не допустят. Понимаете? А если допустят, против них уголовные дела, Аваков сразу же, их дискредитируют на средствах массовой информации Медведчука или Коломойского. А у человека, если нет выхода на телеканал и нету Ютуба, а кто его будет слышать? Ну, хорошо, соберет там 100 человек, его будут слушать. Поймите, вот даже я, да, я не участвую в выборах, я не иду во власть. У меня там, как бы, какой-то никакой есть канал. Я как-то даже пытаюсь что-то рассказывать. Вы посмотрите, какая атака на меня идет со всех щелей. Все, кто связан с Коломойским, льют грязь постоянно, шапошников плохой, стякой, кривой, такой. То есть даже с моими, ну, какими-то ресурсами, да, которые вот у меня есть, невозможно. Потому что постоянно идет информационная на меня атака. А возьмите человека просто даже без ресурса. Да его вот так вот растереть информационно. Выпустите пару сюжетов там на Нью-Званье 112 телеканале, не посмотришь, он говно. И люди скажут, да, он говно. А говно ли он, никто разбираться не будет. Вот и все. Потому, понимаете, у меня было очень плохое предчувствие по Зеленскому. Я предупреждал, что это человек Авакова, но я даже не ожидал, что будет настолько херово. Я понимаю, что это человек Коломойского, я говорю, что Зеленский это проект Коломойского, но хоть какая-то должна была быть, ну, не знаю, ну, внутренняя, да, ну, где-то что-то. Нет, абсолютно нет. Зеленский единственное, что, чтобы хоть как-то себя, знаете, потому что он тоже боится Коломойского, он себя обезопасил тем, что он побежал к Ахметову. И Зеленский сейчас и с Ахметовым, и с Коломойским. Знаете, типа, если Коломойский будет его нажимать сильно, Зеленский бежит к Ахметову, говорит, Ахметов, защити меня. Ахметов, ну, конечно, какой вопрос. И вот так он, получается, балансирует между Ахметовым и Коломойским. Потому что у Коломойского есть радикальное крыло, знаете, таких вот, как Дубинский, это радикальное крыло. И они постоянно пытаются выбить из команды Зеленского людей Ахметова. То есть, постоянно, вот, допустим, атака Дубинского на шмыгали. Это человек Ахметова. Зачем он? Потому что он борется за права украинцев. Да плевать он хотел на права украинцев. Ему нужно выбить из команды Зеленского человека Ахметова шмыгали и поставить человека Коломойского. Тогда будет полный, собственно, расклад, все будет окей. Потому что Дубинский там просто угорает. Ахметов, Ахметов, ну, хорошо так, а что, у Коломойского нету коррупционных людей, тот же Аваков. Почему ты Авакова не трогаешь? Понимаете? А опять-таки, почему людей Медведчука не трогаешь? Вот и все. Потому Зеленский просто своим вот этим бездействием, ну, понятно, он не президент-то по сути, просто приведет к тому, что будет усиливаться крыло Медведчука и будет усиливаться дальше крыло Коломойского. Ахметов, естественно, будет сохранять свои позиции. Ахметову какая вообще суть? Чтобы его никто не трогал, чтобы тарифы дальше повышались. Ахметов, чтобы зарабатывал на электроэнергии. Ахметов хочет, чтобы, знаете, был тишь да гладь, и никто, как бы, никто не возмущался. Потому, собственно, Ахметов говорит Зеленскому, смотри, чувак, ты не мешаешь мне заниматься бизнесом, я там особо не буду никого напрягать, но дам мне возможность устанавливать тариф, и дам мне возможность зарабатывать на украинцах по электроэнергии. Вот тебе телеканал Украина-24, говори там все, что хочешь, толкай речи, но меня не трогай. Вот позиция Ахметова. И вот, собственно, Ахметов этим занимается. Он и занимался с этим, и с Януковичем, и с Порошенко, и теперь и с Зеленским. Потому Зеленский говорит, да, конечно, я буду выступать на телеканале, даешь мне площадку, но, собственно, вот мы будем с тобой дружить. И вот так они дружат. Коломойский, естественно, тянет одеяло на себя, захватывает, и, собственно, в сговоре с Медведчуком Медведчук толкает в российскую позицию. И вот так это раздеребанивается между олигархами Ахметовым, Коломойским, Медведчуком, там и Пинчуком еще рядом он стоит. И все, и ничего не происходит. Никаких изменений структурных в государстве нет. Суды также похабно работают, полиция также похабно работает, прокуратура также похабно работает. Результата ноль. И я не вижу абсолютно никаких перспектив, что это изменится в будущем.